Учебный автомобиль приезжает за Натальей Нуркаевой прямо к подъезду дома. Машина оборудована дополнительными педалями и рычагами управления для инвалидов. У Натальи парализована правая часть тела, но и одной рукой она уверенно выполняет упражнения на площадке и ездит по городу. Для меня вождение это в первую очередь жизнь моя, потому что передвигаться сложно, а с машиной будет проще. Кроме Натальи на бесплатные курсы вождения ходят еще 12 человек. У всех первая или вторая группа инвалидности. Теорию они изучают дома сами, в автошколу приезжают лишь на консультацию и на сдачу внутреннего экзамена. А вот практические занятия посещают не меньше трех раз в неделю. В основном психологически приходится человека подготовить, и тогда они прекрасно себя ведут. С самого начала человека стараемся приучить к самостоятельности, потому что впоследствии, чтобы он был ни от кого независим. Раньше во Владивостоке инвалиды не могли получить права. В городе для них не было ни одной автошколы. Исправить ситуацию решили сотрудники общественной организации «Параолимпийцев». Они составили проект курсов вождения для инвалидов и выиграли президентский грант – почти 900 тысяч рублей. Еще 400 к этой сумме добавили городские власти. На средства президентского гранта нами был приобретен автомобиль, переоборудован. Возник такой момент, что необходимо еще ГСМ, необходимы еще какие-то небольшие затраты. Поэтому я обратилась в исполнение программы администрации города Владивостока, и мы успешно выиграли наш социальный проект. Реакция учеников, наверное, одинаковая у всех. Первое – это восторг, это очень все нравится. А второе – я даже по себе знаю, что это очень большая, даже повышает самооценку, прежде всего, свободу и независимость. В этом году водительские права смогут получить 15 человек с инвалидностью. Принять большее количество учеников автошкола пока не может. Желающих сейчас в три раза больше. В следующем году организаторы курсов проведут новый набор, если городские власти вновь профинансируют проект. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.